здравствуйте в магазинах продажи появились канны которые у нас еще не очень распространены в наших садах но на эти цветы стоит обратить внимание канны южные растения это растение мексики азии южной америки про канны говорят что это гибрид банана с гладиолусом но это условно конечно такое название почему так говорят потому что у него огромные зеленые листья как у банана и соцветия похоже на соцветия гладиолус только намного крупнее канны это растение очень привлекательный во всех смыслах во-первых листва декоративно даже если растение не цветет во вторых крупные соцветия соцветия очень крупные они доходят до 18 сантиметров в диаметре сразу привлекают взгляд и очень красиво смотрятся как в одиночной посадке так и группами канны не болеют практически ничем единственно как бы относится к их недостаткам то что растение не зимует в нашей почве потому что это растение южных регионов отсутствие запаха это условный недостаток в котором можно мириться а в основном канны очень легкие простые в уходе прекрасные цветы канны в природе красного цвета и исходный их цвет красный а потом уже в ходе селекции были получены желтые сорта оранжевые сорта крайне редкие очень редкие белые сорта синих канны не бывает канны размножаются участком корневища это корневищное растение и вот здесь вот посмотрим в пакете вот этот кусок корневища и когда вы будете покупать обязательно обратите если на этом корневище почки вот такая вот уже проснувшаяся почка говорит о том что корневище живое и корневище готовы расти в этом году обязательно смотрите чтобы у корневища вот эта шейка была не гнилая даже если и отсутствует почка на корневище то если вот эта вот корневая шейка здоровая она не гнилая то обязательно здесь почка проснется а если вот она уже гнилая такая мочалиста и мокрая когда возможно что и почки возобновления не проснуться или будут просыпаться очень долго как сохранить канны до высадки в открытый грунт а сажать их нужно тогда когда минует угроза заморозков но в любом случае не раньше середины мая но во-первых надо их положить в холодное место это холодильник или это не промерзающий подвал если такой возможности нет это растение можно посадить в горшок и вообще каны можно выращивать в качестве домашнего горшечного растения в этом случае если вы их будете выращивать как домашнее растение они будут также прекрасно цвести они будут также прекрасно украшать не только подоконник мой балкон террасу его их можно выращивать как в качестве контейнерного растения в этом случае выкапывать их естественно не надо будет даже будет проще зимовкой надо просто горшок с канами которые ушли на покой отправиться в непромерзающее помещение и подождать пока они не начнут расти вновь камни очень любят свет солнце и максимально свое цветение они дают на открытых солнечных местах они любят хорошо дренированную почву влага проницаемую почву они любят рыхлую почву камни не любят глинистых почв чтобы заставилась вода и они очень плохо цветут в тени в основном это настолько благодарные растения что их нужно изредка поливать особенно если засушливое лето поливают их два раза в неделю если лето влажное то их можно вообще не поливать и пропалывать сырники которые выше них чтобы они не мешали росту этих цветов вот и все что сделать с канами дальше после того как они цветут мы расскажем позже а сейчас обратите внимание вот на эти прекрасные цветы и попробуйте посадить у себя на даче вы получите очень яркие красивые экзотичные растения которые не требуют особого ухода а надеюсь наши советы помогут вам правильно выбрать корневище и купить жизнеспособные растения